В том, что Сергей Марцинко, бывшего руководителя Приднестровской железной дороги, ждет заслуженное наказание, в Следственном комитете не сомневались. После изучения дела столичный суд признал мужчину виновным за растрату имущества в особо крупном размере. Так, находясь у руля госпредприятия, обвиняемый, пользуясь служебным положением, провел ряд черных сделок. Так, с января по август 2011 года по указанию Марцинко подчиненными сотрудниками были оформлены и осуществлены 4 экономически невыгодные для республики сделки по списанию и реализации основных средств государственного предприятия «Приднестровская железная дорога». В ходе исполнения заключенных договоров государственное предприятие произвело списание, демонтаж, резку и продажу на металлолом 135 вагонов и около 18 километров подъездных путей в пользу ООО «Ставрос» по цене в два раза ниже рыночной стоимости. Этими сделками государству был причинен ущерб на общую сумму свыше 5 миллионов 400 тысяч рублей ПМР. Сергея Марцинко приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако защитники бывшего руководителя железной дороги с этим решением были категорически не согласны и обжаловали его в Верховном суде. 17 октября текущего года судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ПМР приговор Терраспольского суда был изменен. И действия бывшего руководителя переквалифицированы с особо тяжкого преступления на преступление средней тяжести. Окончательный срок отбытия наказания Марцинко был сокращен до 2 лет 5 месяцев лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года. В Следственном комитете отмечают, за это преступление Сергей Марцинко понесет наказание в одиночку, так как его подельник, директор Ставроса, умер несколько лет назад. Также было приостановлено уголовное дело и в отношении фактического владельца фирмы. Он объявлен в розыск. Александр Кожухарь, Александр Чабан, Первый Приднестровский телеканал.